здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу вам рассказать об одной прекрасной женщине в истории россии она заполняет целую страницу женщина чья любовь осталась на поле и судьба осталась на поле великого сражения бородинском поле на поле бородинского сражения 1812 года я хочу вам рассказать о маргарите тучковой о ее любви и судьбе она совсем не была красавицей высокая худенькая девушка рожеволосая бледная с неправильными крупными чертами лица замкнутая и серьезные не по годам когда родители стали вывозить 16-летнюю маргариту в свет она прекрасно понимала что привлекает к ней поклонников знатность ее фамилии по отцу нарышкина а по матери волконская и огромные богатства и в какой-то момент около девушки начал появляться павел михайлович лосунский бога человелас красавец дрогнуло сердце молодой девушки 16-летней маргариты но и решили сыграть свадьбу к сожалению нарышкина не знали что и менее лосунских уже давно были в долгах они когда огромное родовое состояние павел лосунский почти полностью растратил на свои разнообразные пороки после венчания свадебного ужина новобрачный проводила жену до дверей спальни и исчез весь вместе с ним исчезло ее жемчужное ожерелье маргарита не спала всю ночь так началась ее замужняя жизнь игрок гуляка пьяница лосунский не обращал никакого внимания на молодую жену но деньги драгоценности уходили из дома без согласования с их хозяйкой как-то ночью разгорелся семейный скандал пьяный павел схватил жену за длинную косу и поволок в гостиную заполненную дымом от курительных трубок и неожиданно спокойно сказал вот моя ставка ну ты братец того перегнул возмутился один из игроков сочувственно глядя на каменевшую маргариту лосунский отпустил ее и она без чувств упала на пол очнулась в доме нарышкина оказывается в бреду и лихорадке маргарита пролежала около месяца церковное расследование вскрыло такие чудовищные факты двухлетнего кошмарного брака что развод почти невероятный в то время маргариты был получен и без особого удовольствия она стала появляться вновь на балах ее прекрасную певицу музыкантшу уговаривали петь и на одном из вечеров она все же подошла к роялю ах на гравюре полустертой в один великолепный миг я встретила тучков четвертый ваш нежный лик и вашу хрупкую фигуру и я поцеловав гравюру не знала сна так писала марина цветаева стихотворение генералом 1812 года о будущей великой любви маргариты тучковой об александре тучкове четвертом видали вы портрет генерала молодого со станом аполлона с чертами лица чрезвычайно привлекательными в этих чертах ум но также в больших темно-голубых глазах есть душа по этим чертам можно догадаться что человек которому они принадлежат имеет сердце имеет воображение федор глинка очерки бородинского сражения четыре брата тучковых делали отличную военную карьеру тучков четвертый александр в 22 года был произведен в полковнике молодой человек был одним из тех офицеров на которых держалась русская армия михайловский данилевский писал с красивой наружностью александр алексеевич соединял душу возвышенную сердце благородное чувствительное ум обогащенный плодами европейского просвещения в сражениях он был распорядителем хладнокровен и нередко видали его с ружьем в руках подающего пример храбрейшим на одном из званых вечеров тучков услышал волшебный женский голос певший старинный романс и с тех пор на былах и вечерах он всегда искал маргариту они пели дуэтом играли в четыре руки на рояле именно с тучковым маргарита начала впервые за долгое время танцевать но говорила она снимала и односложно и отводила взгляд она боялась снова поверить боялась новой боли здесь изображен герб дворян тучковых и портрет александра тучкова четвертого я благодарна за честь милостивый государь не скрою это родство было бы нам приятно но дочь моя теперь в таком состоянии что разговор о брачных узах ей неприличен варвара алексеевна нарышкина произнесла эти слова подчеркнуто холодно увидев расстроенное лицо молодого человека нарышкина попыталась смягчить удар но получилось только хуже вы знаете что говорит наша религия разведенных женах синод может развести господь никогда вы очень молоды мой друг вы найдете себе более подходящую блестящую партию чем моя несчастная дочь михаил родной брат маргарита опираясь на рассказы домашних об этом событии записал был страшный шум в нашем доме поднятый после отказа матушке выдать за тучкова мою сестру маргариту бедная сестра узнал о намерении расстроенного александра уехать в европу потеряла сознание мне жаль было ее насупившись я смотрел на мать из-под лобья примерно через неделю после шума к нашему дому подъехал на коляске тучков меня он подозвал к себе сходи к маргарите передай конверт я побежал опромкию сестра раскрыла бумагу и глаза ее наполнили слезами в письме александр алексеевич просил маргариту беречь себя и верить в их счастье закончил послание стихами на французском в которых было признание в любви кто владеет моим сердцем и кто волнует его прекрасная маргарита я не красивая я больше никогда не буду счастлива кричала маргарита перепуганным родителям уже пожалевшим о своем отказе тучкова так прошло три с лишним года однажды в саду она увидела знакомую фигуру завтра я снова буду просить вашей руки сказал александр на следующий день родители маргариты уже рассылали приглашение с уведомлением о помолвке их дочери с александром алексеевичем тучковом четвертом маргарите было двадцать пять лет александру двадцать девять на свадьбе к невесте вдруг подошел нищий с палкой в руках вот твой посох мать мария возьми сказал он маргарита удивилась но машиной на посох взяла почти год их союза пролетел как один счастливый день тучков даже подал рапорт об отставке однако государь его не примел ценят тучкова как смелого и отважного воина весной 1807 года высочайшим повелением тучков было предписано отбыть в расположение части в прошении к императору александру первому маргарита тучкова писала повелением любящего сердца своего сливаясь припасть с мольбою к стопам вашего императорского величества о благодеянии прошу вашего разрешения выехать с мужем в действующую армию изумленный император наложил резолюцию командующему четвертого корпуса генерал-лейтенанту князю багратиону князь петр иванович маргарита тучкова взяла с меня полную обильную дань удивления и восторга какая страсть какая воля она предпочла покинуть сферу созерцательности тепла и покоя пусть тучковы будут вместе они ставят себя и чувства свои на публичное испытание самым страшным войной любовь есть сила богом даруемая мне ли стоять плотиной против мужества духовного дерзновения однажды ей приснился сон она шла по пустому городу с черными домами и на каждом из них была надпись бородино чей-то тихий голос говорил ей что бородино изменит ее судьбу вдруг эта огромная надпись багровыми буквами вспыхнула во всю ширину зловеще черного неба и маргарита в ужасе проснулась бородино где это спросила она александра не знаю кажется где-то в италии ответил он 1811 году тучковых родился долгожданный сын николай маргарита любила своего сына с той страстностью которую вносила во все свои привязанности и тряслась над ребенком не менее чем над мужем 1812 год тучков понимая неизбежность долгой войны с францией отправил жену и сына в москву отдал маргарите утварь походной церкви и кону сопровождающую его во всех походах образ нерукотворного спаса маргарита расставалась с александром с тяжелым сердцем ей опять приснился сон ее покойный отец зашел в комнату с малышом на руках и сказал грустно вот все что тебе осталось 26 августа 1812 года началась бородинская битва когда маргарита увидела отца она поняла все жестом остановила не нужно я знаю александр убит близкие ожидали взрывы эмоций слез обмороков но маргарита застала в мертвом молчании только маленький николенко на неокрепших еще ножках подошел к матери обнял ее колени и неожиданно по взрослому взглянув ей в глаза снизу вверх вот все что тебе осталось брат передал ей записку генерала канавницына с планом бородинского поля на котором крестом было обозначено место смерти александра и с этого момента мысли посетить поле смерти с надеждой найти тело мужа превратилась в манию во второй половине октября 1812 года маргарита выехала к месту событий михайловский данилевский писал вековечные титулы отличия порода знать все горело и вот под заревом пожара небывалого приблески костров являются два лица на бородинском поле то была женщина стройная и величавая то был отшельник облаченный схему оба траурных одеждах старец монах вспоминал мы начали искать тело убитого александра тучкова она нагибалась едва ли каждому труппу пыталась различить дорогие черты а я в это время кропил вокруг все святой водой несколько дней от рассвета до заката ходила она по глубокой грязи среди трупов словно не чувствуя смрадоразложения собственными руками переворачивала тела заглядывала в лица но не смогла найти тело мужа обнаружили лишь рубиновый перстень на правой руке александра тучкова она захоронила эту руку прямо там на поле бородина точно в том месте где он погиб как говорили свидетели я научилась покорности но рано моя не заживала никогда ни в чем другом от рады не нахожу как в предприятии соорудить храм на том священном для меня месте где пал супруг мой так писала на императору она продала свои бриллианты и начала строить храм спаса нерукотворного наблюдая за подстройкой церкви жила сыном николаем его француженкой гувернанткой в небольшом специально построенном домике мальчик эмоциональный тонко чувствующий был слабенького здоровья и напоминал ей прекрасный но очень хрупкий цветок из записи маргариты тучковой тебе сегодня минус 6 лет сын мой с этой минуты я буду записывать все что ты говоришь что делаешь да поможет мне небесное милосердие воспитать в твоем сердце все добродетели твоего отца среди реликвий которые бережно хранятся в спаса бородинском монастыре есть написанная девятилетним николаем записка матушка жизнь моя если бы я мог показать вам свое сердце вы нашли бы в нем ваше имя с годами них николай все больше походил на отца когда он смеялся или откидывал с алба непокорную прядь мать отводила глаза чтобы не разродаться а сын делал это точь-точь как когда-то делал александр 1820 году была построена освящена каменная церковь храм сюда потянулись паломники храме был поставлен гранитный крест с негасимой лампадой и положена мраморная плита с именем александра тучкова маргарита сама внесла в храм икону спаса переданную ей мужем перед расставанием наступил 1826 год и он стал роковым для маргариты перед рождеством испажского корпуса ненадолго отпустили домой николая и в один из вечеров у него неожиданно поднялась температура через несколько часов ее 15-летний сын неожиданно умер на руках обезумевший обезумевший матери мир рухнул окончательно потеряно было все по ночам маргарита кричала от невыносимой душевной боли высохшая почерневшая она не узнавала никого ей постоянно слышалось что муж и сын зовут ее она выбегала в поле и часами бродила в темноте рыдая и что-то непонятное утром ее находили в склепе где был похоронен николенко в глубоком обмороке скучно жить страшно умереть писала она подруге но однажды к ней приехал митрополит московский филарет это был священнослужитель исключительной учености праведности и несравненных человеческих достоинств приличной встречи он сумел ей внушить что ее личная боль это лишь часть общей боли господь дает тебе знак послужи страждущим коими кишит грешная земля наша ибо ты имеешь несравнимые с ними возможности на звон возможности маргарита смогла продать часть своих имений организовать общину для обездоленных женщин и сирот в которой сама ходила за больными и делала всю тяжелую работу 1833 году община превратилась в спасобородинское общежительство 1838 году тучкова принимает малый постриг под именем инокини мелания в 1839 году а в 1839 году спасобородинская община по высочайшему повелению становится спасобородинским общежитийным монастырем пострижение инокини в мантию с принятием имени мария произошло 28 июня 1840 года на следующий день мария стала игуменей спасобородинского монастыря матушка мария душа монастыря была добра и равна со всеми ничем не выделяя себя среди монахин она построила еще один храм и собрала великолепный хор послушать который приезжали даже из столицы здесь же по преданию впервые испекли знаменитый черный хлеб с кориандром впоследствии получивший название бородинского игумене мария принадлежала инициатива проведения ежегодных бородинских торжеств и круглосуточного поминовения русских воинов которое совершалось в монастыре мать мария сделала столько добра что когда ее хоронили все монахини так плакали что не могли петь и погребение прошло без хорового пения положенного по православному обряду до последних дней дней до последних дней до последних дней жизни игумене мария жила в доме напротив усыпальницы мужа и сына словно предчувствие кончину незадолго до смерти она сожгла письма мужа к ней не желая чтобы их читали чужие люди мария маргарита михайловна тучкова нарышкина мать мария скончалась 29 апреля 1852 года на 26 лет пережив николинку и на 40 мужа александра страдание ей выпало не на одну человеческую жизнь складывая на груди руки умершей монахиня обнаружила в холодеющих пальцах листок бумаги с истертыми краями стихотворение генерала тучкова когда-то присланная ей перед разлукой кто владеет моим сердцем прекрасная маргарита похоронили ее в склепе выстроенного храма рядом с сыном и совсем недалеко от места гибели любимого мужа маргарита михайловна тучковая не была внесена в церковные аналы как править праведницей страста терпится но на самом деле она ею была точно так же как и тысячи других русских женщин которые потеряли близких и остались верными их памяти до конца она как и эти женщины лишь несла свой крест как умела и наверное до конца до самого смертного часа не видала сомнений на избранном пути спасибо за внимание с вами была маргарита александровна центральная муниципальная библиотека города краснознаменска московской области до свидания до новых встреч александровна 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 а